У меня еще дополнительный вопрос. Вот вопрос коллеги Акимова о качестве развития нашей транспортной инфраструктуры. Тоже нечетко прозвучал ответ. Но сегодня известно, что наблюдается большой дефицит вагонного парка для перевозки грузов железной дорогой, что образуются огромные очереди на перевозку, а это дополнительно создает коррупциогенную основу для правонарушений. И есть огромные очереди на границе по перевозчикам. И так как в вагонный парк сегодня наблюдается огромный дефицит, то это значительно может тормозить, соответственно, и более качественную работу всей нашей инфраструктуры. Недостаточно иметь железную дорогу, недостаточно построить хорошие автомобильные магистрали. Если есть нехватка транспортных средств для перевозки грузов по нашей территории. Особенно, когда речь идет о транзитном грузе. Как этот вопрос собирается решить правительство совместно с Казахстаном темы Ржулы. Второй вопрос. Экономические операторы работают. Мы принимали этот закон в свое время. Возлагали большие надежды на то, что это положит конец контрабанде. Тем не менее, даже несмотря на то, что есть объективные факторы, говорящие о том, что статистика различается китайская и наша, тем не менее, мы знаем о большом количестве нарушений на границе. О том, что контрабанда присутствует. И повсеместное нарушение правил на границе. И экономические операторы не положили конец этим нарушениям. Поэтому у меня следующий вопрос. Как вы дальше собираетесь усовершенствовать работу этого института? Спасибо большое, Дарьяна Султановна. По транзиту. Это очень важно. Мы считаем, что развитие транзита – это один из основных методов ускорения экономического роста. Казахстан не имеет выхода к океану, но мы хорошо расположены между двумя товарными океанами в виде Китая и Европы. Поэтому развитие транспорта – потенциал для нас является приоритетом. Уже в прошлом году по железным дорогам контейнеры были перевезены. 300 тысяч контейнеров – это больше, чем было годом ранее. Годом ранее было 200 тысяч. Что касается перевозок автотранспортом и до портов, то контейнерные перевозки выросли там вдвое. И почти ежегодно растут вдвое. Такая динамика в последние годы наблюдается. То есть у нас инфраструктура, по которой ездят автомобили, локомотивы, вагоны, она существует. И вы правы, сегодня остро стоит вопрос в количестве вагонов, в количестве локомотивов и транспорта в целом. Этот вопрос совместно к этаже мы решаем. Этот вопрос тесно связан с тарифами. Потому что тарифы давным-давно на локомотивную тягу не поднимались. Сейчас идет работа по установлению баланса между тарифами, которые бы обеспечивали инвестиции, вложения в закупку новых вагонов, и тарифами инфляции в стране. Эту работу мы сейчас проводим. Это тесно связано. Что касается экономических операторов. Работу мы проводили и будем проводить. Ранее количество экономических операторов было большое. Мы провели работу, финансовые документы пронизировали, кто из них наиболее эффективно работает, а кто неэффективно. Поэтому количество сегодня сократилось и стало 9. Это оптимальное количество сегодня. Далее, что мы собираемся делать, чтобы поднять эффективность? Мы вводим дополнительные формы отчетности, для того, чтобы уже более ритмично, более часто смотреть, что происходит в экономическом операторе. Растет ли его финансовая деятельность? Куда используется товар? Насколько у него налоговая нагрузка не только по таможенным налоговым платежам, но и по общим налогам в целом. Эту работу мы сейчас проводим. Продолжение следует...